Итак, оперативная обстановка. За прошедшие сутки серьезных изменений в оперативной обстановке не произошло, но есть ротация в усилиях, которые сосредотачивают российские оккупационные войска на оперативных направлениях. Судя по той ситуации, которая складывается сегодня вокруг Бахмута, российские войска исчерпали свой боевой потенциал. Атакующий напор российских войск начинает постепенно ослабевать. Количество атак в сутки начинает потихонечку уменьшаться. Усилия по продвижению вглубь нашей территории, то же самое, они постепенно начинают сходить на нет. Тем более, что нашим войскам удалось в районе Бахмута, даже вот в этом длинном узком коридоре и северный его плацдарм и южный, стабилизировать ситуацию и удержать этот коридор. Да, чересточенные бои идут в центре Бахмута. С трех сторон противник продолжает давить, но тем не менее, там тоже продвижение его замедлилось явно и усилия по продвижению явно снизились. Но что делает российское командование? Они переносят усилия на авдеевское направление. И сейчас с самой горячей точкой постепенно, я так понимаю, напор переходит именно на авдеевское направление. Но при этом надо обратить внимание, что российское командование не перебрасывает резервы, основные резервы. Оно использует те резервы, которые были накоплены вдоль линии фронта, там на глубину 10-20 километров, за счет прибытия мобилизованных. И сегодня они решили, скорее всего принято решение в Москве. Понятно, что Авдеевку в лоб они не возьмут. Кстати, в Авдеевке есть участок, где до сих пор наша оборона стоит на линии 24 февраля. Никуда она не сдвинулась. И это очень хочется отметить, что мы удерживаем там даже такой участок обороны. Они решили наложить то же самое лекало, как и на бахмутском направлении, а именно попытаться окружить Авдеевку. И поэтому сегодня самые ожесточенные бои точатся на северо-западной и юго-западной окраине Авдеевки. И они пытаются ее обойти с севера и с юга. На ПК это у них получается очень плохо. Они на севере имеют частичный успех, но это незначительные несколько сотен метров. А далее продвижения нет. Но тем не менее, ожесточенность боев именно вокруг Авдеевки, она сегодня самая высокая. Также надо вернуться к Кременной и Купенску. Здесь они пытаются тоже атаковать наши позиции. Но в районе Купенска там все атаки безуспешные. В районе Кременной, в направлении Лимана, здесь они пытаются продвигаться. И в основном борьба идет, боевые действия идут за лесопосадки. Там более лесистая местность и вот эти лесопосадки, они переходят из рук в руки. Далее у нас остается еще здесь Марьянка и Углидар. Здесь в Марьинке идут ожесточенные бои за сам город. Там в городской застройке мы удерживаем оборону. Российские войска пытаются штурмовать. В районе Углидара пока обстановка более-менее спокойная. Там идут позиционные бои и атакующие действия там наименее, наверное, из всех перечисленных направлений, наверное, наименее слабые. Ну и Запорожское и Херсонское направления. На Запорожском позиционные бои, обмен огневыми ударами артиллерии. И на Херсонском направлении там обмен огневыми ударами артиллерии. Активничала авиация, надо отметить, в прошедшие сутки и было нанесено, российской авиации было нанесено 48 авиационных ударов, в том числе по гражданским объектам критической инфраструктуры. Они наносили удары. Было, ну, это прошлые сутки, но они попадают в сводку сегодняшних суток. Это атака шахедами, вы знаете, да, результаты все. Вот. И, но не было в этой атаке шахедами, не принимали участие крылатые ракеты. Я думаю, что это результат того, что мы ударили по Джанку. Там уже я разъяснял, еще раз могу напомнить, что смысл не в том. Российская пропаганда, вот по результативности удара в Джанку, и российская пропаганда пытается нивелировать его тем, что, ну, ничего же не сдетонировало, ничего не взорвалось. А нам не надо, чтобы взорвалось. Главное, чтобы контейнер с ракетой получил хотя бы одну дырку от осколка взрыва того же самого беспилотника или того заряда, который сбросил беспилотник. Все, этот контейнер с ракетой нельзя, это стартовый контейнер, который вставляется в шахту. Вот. Причем как шахту корабля, так и шахту подводной лодки. Если он получил хотя бы одно повреждение, он уже не пригоден к эксплуатации. Поэтому я считаю, что в Джанку очень успешная операция, и мы достигли своей цели. Скорее всего, шахеды не смогли поддержать ракетными ударами. И несмотря на то, что сегодня в акватории Черного моря на боевом дежурстве находится порядка 15 кораблей эскадры Черноморского флота, три из них, до три из них это носители ракет Калибр, причем два это надводные корабли, и к обеду сегодняшнего дня к ним присоединилась еще подводная лодка. Общий залп этих трех носителей может составить порядка 20 ракет Калибр. Но залпа нет. Они продолжают дрейфовать в море, но залпа мы не наблюдаем на сегодняшний день. Так что вполне возможно, что это все последствия удара в Джанкуи. Ну и плюс, вы знаете, кстати, можно предположить, что часть эскадры Черноморского флота вывели в море после вчерашних событий раннего утра в Севастополе. Это тоже, там была очень интенсивная стрельба, кто-то устроил такой утренний раздрайв 4.40, началось, и стрелковое оружие, и системы ПВО, и было несколько мощных взрывов в районе бухты Севастопольской, и причем взрывы были такой мощности, что повыбивало окна и двери в домах, которые расположены недалеко от Черноморского побережья. Так что, может быть, это спровоцировало то, что российские войска вывели из Севастополя, во всяком случае, из Севастополя вывели часть эскадры в море, ну в том числе там попали носители, которые... Остальная часть эскадры туда, тулится ближе к Новороссийску, к российским территориальным водам, и как-то так особо... Они же боятся выходить за мыс Фиолент, потому что там начинается уже зона поражения наших ракетных противокорабельных комплексов, типа Гарпун или Нептун. Далее надо отметить, что в Российской Федерации проблема с мобилизацией. То, что мы с вами и говорили, что мобилизация на сегодняшний день не обеспечивает потребности армии. Я не говорю уже о тех планах, которые там наставил Путин, и звучит это, конечно, очень страшно. То, что до мая месяца 500 тысяч отмобилизовать, до конца года 400 тысяч контрактников. А еще же не забывайте, в апреле месяце сейчас, с 1 апреля грянет призыв 130 тысяч, 120-130. Россия обычно призывает каждые полгода. Но, видимо, ситуация складывается таким образом, что вот к нам бригада едет недоукомплектованная. Это уже наша разведка точно знает, что они едут не в полным штатом военного времени. Соответственно, получение резерва, видимо, затягивается для российских войск. И мы видим, отмечает наша разведка и западная разведка, отмечает то, что в российских вооруженных силах началась прессинговая кампания по срочникам. Вот, кстати, обращаю внимание, кто нас слушает в России, смотрит, у кого сегодня есть родственники, которые проходят срочную службу по призыву, вот их сейчас, поинтересуйтесь их судьбой, потому что сейчас командный состав нещадно прессует этих срочников с целью принуждения подписания контракта. Мы уже знаем случаи, когда подписали, вот в Южной Осетии проводилась такая, как это, в добровольно-принудительном порядке воспитательная работа, 50 срочников подписали после такой воспитательной работы, подписали контракт, через неделю они уже были в Мелитополе. Все, подписанный контракт, неважно сколько подготовленный, не подготовленный. Подписал контракт, все, на следующее утро собираешь вещь-мешок и в поезд ты пошел, в эшелон и пошел. И они уже в Мелитополе. Это данные нашей разведки. Поэтому я думаю, что ей стоит верить, потому что мы наблюдаем этих молодых ребят. У нас сейчас активно пополняется обменный фонд российскими военнопленными. В основном идет молодежь. Как-то мобилизованных таких, более пожилых, возрастных нет. В основном молодежь, которая вот по глупости своей пришла в военкомат, или которых родственники, мы знаем тоже очень много случаев, когда мама, папа за руки в военкомат, иди, сынок, борись с нацистами. И этот сынок идет в военкомат, его загребает, и он оказывается здесь, в Украине, на линии фронта. В лучшем случае попадает в плен, в худшем случае возвращается домой в мешке. Или попадает в списки без вести пропавших. Для того, чтобы государство российское не тратило деньги на компенсации. Ну и вот такая вот, в общем, обстановка. Белоруссию еще надо вспомнить. Там ситуация более-менее стабильная. Идет небольшая ротация белорусских войск по прикрытию государственной границы. Мы это четко все наблюдаем. На полигонах в Брестской и Брянской, в районе Осиповичей и в Брестской области идет подготовка российских войск. Там готовится порядка 10-12 тысяч российских военнослужащих. Недавно была ротация, где-то месяц назад. Так что пока, через пару недель, я думаю, что эти уже будут считаться подготовлены. 4-6 недель ускоренный курс для пехоты. Я так понимаю, российская команда не считает это за глаза. Так что мы можем где-то к концу марта ожидать еще ротацию там. Но на пока там все стабильно, все контролируемо. И единственное, что продолжаются полеты, тренировочные полеты, слава богу, пока что тренировочные полеты авиации, российской авиации, которая базируется на аэродроме в Мачулищах. Это МиГ-31, который является носителями ракет «Кинжал». Поэтому, к сожалению, мы вынуждены объявлять опять же воздушную тревогу, причем по всей территории Украины. Потому что кинжалы летят, покрывают всю территорию Украины. А в остальном, на белорусско-украинской границе ситуация спокойная и контролируемая. На российско-украинской границе ситуация тоже остается без изменений. Единственное отличие ее, то что российская артиллерия продолжает, российские войска продолжают обстреливать нашу территорию. Причем за прошедшие сутки, это было во всех трех областях, в Сумской, в Черниговской, в Харьковской, были обстреляны населенные пункты. И это привело к жертвам среди гражданского населения. Есть раненые и убитые. Вот такая вот обстановка на этих двух, точнее не двух, там пять у нас целых оперативных направлениях. Что не могу не зачитать, урожай, который собрали силы обороны за прошедшие сутки, сутки удачные, скажу так, для силы обороны Украины. Мы, наши силы обороны ликвидировали порядка 660 российских захватчиков. Враг потерял 13 танков за сутки, 11 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, сегодня урожай просто на артиллерийские системы. Две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО и 20 беспилотников оперативно-тактического уровня. 18 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всей линии фронта от Харькова до Херсона. Это, в принципе, все, что касается военных событий в сегодняшней сводке. Ожидаем развития событий на Бахмутском направлении. Пока там все более-менее стабилизируется и натиск со стороны России ослабевает. И ожидаем, наблюдаем за развитием событий на Авдеевском направлении. Оно сегодня становится самым горячим из всех оперативных направлений. Продолжение следует...